Наконец-то вы доехали до нас. Мы о вас много слышали о ваших выступлениях, читали. Ну и вот вопрос о выборе программы сегодняшнего концерта. И современные авторы, и старинные, чем они интересны вам, как исполнители? И как вы думаете, чем они будут интересны слушателям, современным? Ну, во-первых, я хотел сказать то, что, да, действительно, я впервые в Ульяновске. И из Ульяновска, то есть из Имбирска, родом «Моя бабушка», которой в этом году исполнится 95 лет уже. Насчет программы. Ну, дело в том, что программа этого сезона вот плюс-минус такая. И вообще моя задача показать разный репертуар, который был написан для гитары. В том числе сегодня прозвучит музыка, оригинальная музыка Никола Паганини, написанная для гитары. Музыка из современных авторов, ныне живущих, и российского композитора Никиты Кошкина, и американского композитора Кевина Келлахана. То есть это разнообразная программа разных стилей, разных эпох, которые раскрывают инструмент по-разному. И иногда, порой, даже с очень неожиданной стороны. Вот услышите, сегодня я буду играть всю эту игрушку «Принкс» Никиты Кошкина, и это очень необычная музыка, в которой есть некоторые приемы игры на гитаре, которые создают очень колоритную... колоритную картинку, наверное, происходящего, и, наверное, такие приемы для гитары уникальны. Мы знаем, что Вы любите экспериментировать, перекладывать неогинальные произведения для гитары. Как был Шуберт с Сибиризовскими играми, и последний корпус тоже. Фестиваль. Да, фестиваль, и кто за гитарой. Ничего такого не прозвучит интересного? Ну, смотрите, «Большая соната Паганини» или «Амажоры», она в оригинале написана для гитары в сопровождении скрипки. Поскольку сам аккомпанемент скрипичный очень простой, и скрипачи не любят его играть, потому что им скучно. Обычно гитаристы очень часто перекладывают партию скрипки на гитару, делая и без того сложную партию гитары еще сложнее, и играют сами. То есть из переложений сегодня будет, да, только это. Все остальное – оригинальная музыка. А вообще, да, из моих личных переложений, я не то чтобы сделал их очень много, несколько, но на данный момент вершина моего творчества в транскрипциях – это концерт битхорина, скрипичный концерт битхорина для скрипки с оркестром. Теперь есть вот битхорин концерт для гитары с оркестром. Я его исполнил два года назад на фестивале в Москве с «Виртуоз гитарой», и вот периодически выступаю с ним. Хорошо, мы будем ждать вас в этом концертном. Катя, скажите, пожалуйста, мы знаем, что с инструментом мы определились лет пять примерно, в детстве, правильно? Шесть, шесть. Как это было? Вы какие-то другие еще инструменты перебирали, и почему именно гитара? Нет, я не перебирал никакие инструменты, я всегда хотел играть на гитару. Вот с самого раннего детства я имитирую игру на гитаре, вот обрынчал по животу, то есть я к этому шел абсолютно осознанно. И когда в шесть лет мой старший брат принес домой гитару, я получил к ней доступ на несколько минут, я ее положил на колени и обрынчал по открытым струнам. В тот момент я понял, что я испытывал колоссальное удовольствие от этого процесса, то есть мне до этого хотелось, теперь я попробовал примерно как это, и я тут же попросил родителей отвезти меня учиться. Другое дело, что меня не взяли в школу искусств, сказав, что у меня нет ни слуха, ни голоса, ни чувства ритма, вообще музыкой лучше не заниматься. Тем не менее, представляете, какая была воля к гитаре. То есть я сказал, что хорошо, в эту школу мы не пойдем, значит мы пойдем в другую. И в общем я с тех пор играю на гитаре. Артём, скажите, пожалуйста, Битхоин говорит, что гитара – это оркестра в кармане. Вы согласны с этим? Ну, скажем так, нет ни одного доказательства того, что я сказал именно Битхоин, потому что мнение расходится, кто-то говорит, что ты сказал Берлиот, кто-то говорит, что я сказал Битхоин, ну, неважно. В целом это высказывание абсолютно точное, потому что гитара – такой инструмент, у которого очень много разных тембров, очень много разных красок. И если уметь пользоваться вот этими инструментами в гитаре, то действительно это может производить впечатление, что звучит маленький оркестр. – Когда Вы наступаете, всё-таки есть взаимосвязь со зрителем, вот Вы всё-таки больше удовольствия получаете от отдачи или от того, что получаете от зрителей какую-то энергию? – Я думаю, что правильный к этому подход – это обмен. То есть, конечно же, я отдаю. Конечно, иногда больше, иногда меньше зависимости, как сегодня сложили звёзды, но также важно получать. То есть, это взаимообмен, чем больше я отдаю, тем больше я получаю, чем больше я получаю, тем больше я отдаю. То есть, он делает всех людей счастливее в данный момент. И это, на самом деле, касается не только сцены, не только концептов. Это, в принципе, в жизни так работает. Чем больше мы отдаём, тем больше мы получаем, и это делает нас счастливее. Дело в том, что я играю на классической гитаре, а Джимми Хендрикс играл на электрогитаре. И это абсолютно разные инструменты, разное строение, разная техника игры, разный репертуар, разная публика. Я уверен, что Джимми Хендрикс был одним из выдающихся электрогитаристов, но это не имеет почти никакого отношения к тому, что делаю я. Но вы же тоже на электрогитаре играете иногда? Это, знаете, это хобби. Я играл на электрогитаре с 13 лет, играл в разных рок-группах. Это было всегда параллельно, это был способ дружить с моими друзьями, мы с ними собирались по воскресеньям, играли вот такую музыку. Каждый из нас в другое время занимался своими делами. Кто-то классический музыка, как я, кто-то совсем другими вещами. То есть я не позиционируюсь, я был профессиональный электрогитарист, ни в коем случае. У меня нет возможности уделить столько времени этому инструменту, чтобы сказать, что да, я профессионально этим владею. Один вопрос на есть. Знаете, я оказался в Барселоне, в парке Гуэль, и там на улице играл музыкант-гитарист. Он настолько сильный гитарист был, что его пытается прямо сейчас, не знаю, на любую концертную площадку. Как так получается, что очень сильные музыканты работают на улице? Ну, скажем так, лично я, вот прям, если вот выражаясь вашими словами, сильные музыканты, которых на любую концертную площадку, я таких на улице не встречал. Я имею в виду сейчас, опять же, только классические гитары. Я не говорю про гитару фламенко, которая в Испании действительно очень сильна, популярна, это вот культура испанских цыган. Это тоже не имеет такого прямого отношения к классической гитаре. Из тех, да, действительно, наверное, таких исполнителей на классической гитаре, которую прям можно сразу же в большой зал консерватории московской выпустить, я никогда на улице не видел. Тем не менее, могу точно сказать, что я играл сам на улице, когда я учился в колледже, вторая половина 90-х. Мы играли в переходах метро, в подземных переходах. Это все было. Но, опять же, на тот момент, я думаю, что я не играл настолько хорошо, чтобы можно было пройти мимо и сказать, «О, его можно сейчас, наверное, на любую сцену». Спасибо. Вопрос, в общем-то, просто личный. Бабушка с вами сейчас живет в Ульяновске? Бабушка здесь просто родилась. Она большую часть жизни, наверное, да, большую часть жизни живет в Ростове-на-Дону, откуда и я родом. Я тоже родился в Ростове-на-Дону, но я прожил там первые 7 лет. И теперь я просто приезжаю в гости бабушке. Она вам что-то рассказывала про Ульяновско-Семирский город? Ну, наверное, что-то рассказывала, но я сейчас не припомню, что это какие-то были обширные, интересные истории про это. Возможно, она тоже здесь не так много времени провела. Ну, ладно, есть еще вопросы? Есть такой вопрос, что у вас в дальнейшем? Вы, может, после нас поедете еще в какой-то город, обратите в консервативы, уже пойдут свои дела домой? Нет, сейчас ближайший концерт у меня получается 1 мая, если я не ошибаюсь, это в Италии. Там будет камерная музыка со струнным квартетом и плюс сольное выступление. А сейчас я, да, я поеду домой в Москву. Нужно и позаниматься новой программой к следующему сезону. И ближайшее выступление тоже в мае с оркестром будет выступление. То есть нужно поехать домой, передохнуть, позаниматься. И снова... Да, да, еще мне нужно вернуться к своему студенту. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо.